Разъяснить народу необходимость строительства АЭС. В Караганду приехали депутаты Мажелиса парламента Серик Егизбаев и Жигули Дайрабаев. Сегодня они встретились с врачами и студентами-медиками. Наша цель не столько агитировать людей за АЭС, сколько призвать их прийти на референдум, заявил депутат Мажелиса парламента Серик Егизбаев. Свою позицию по поводу строительства атомной станции политики рассказали медицинскому сообществу в Карагандинском медицинском университете. Если не хватает электроэнергии, а у нас ее уже дефицит. 3 миллиарда киловатт-часов по итогам 2023 года мы в дефиците и мы были вынуждены за громадные деньги. Мы только у Российской Федерации на 100 миллиардов тенге закупили электроэнергию. То есть на эти деньги можно было построить десятки школ, больниц, поликлиник и других социальных. Ну а как без энергетики? Мы же не можем свет отключить. Так и большая экономика встанет к производству. Встанет к производству, это миллионы, сотни, тысячи рабочих мест. Вот простое объяснение. В основном те, кто против АЭС, боятся повторения аварий Фукусима и Чернобыля, согласен депутат. Но технологии ушли вперед, ошибки учли. На сегодня в мире работает больше 400 атомных электростанций и еще 61 строится, в том числе 28 в Китае. Я вообще думаю, что АЭС надо было еще строить 20 лет назад. Вы видите, каждый год, да, Тимиртау там в Рудном, Риддере. То есть по всей стране идут у нас там аварии. Это объясняется очень просто. Это, ну, как бы износ инфраструктуры, энергетической инфраструктуры. Нужно делать что-то, что может его заменить. Но на угли мы уже не можем переходить, потому что есть углеродная нейтральность, да, этот налог, который сейчас будет вводиться везде. Соответственно, на это денег международные организации тоже не дают на строительство угольных станций. Поэтому выбор у нас, честно сказать, небольшой. Ветровые и солнечные станции не могут конкурировать с АЭС, считают партийцы, потому что срок их работы всего 15-20 лет, тогда как у АЭС 90. Плюс они не могут дать стабильную энергию. И рядом с ними нужно строить газовые электростанции, которые могли бы их заместить. В любом случае, каждому казахстанцу стоит прийти на участки голосования и сделать свой выбор.